Алексей Бабакиша Алексей Мы не раз говорили, что мы делаем Пороша Чавуа с этого года и из Нового Завета, и из Ветхого Завета. Так вот, Алексей сегодня поделится небольшим словом. Всем доброе утро. Когда мне сказали, какие места, на какие главы у нас Пороша Чавуа, это Марка с 12 по 16 главы. Пороша Чавуа, мы говорим, что мы говорим, что Господь, что мне говорить, там столько всего много. И так же там, как бы, Иисус, распятие Его. Еще Его распятие. Сейчас мы думаем о Иисусе, но все это. Но когда я начал читать, просто в одном месте, которое, я уверен, все знают чуть ли не наизусть. Дух Святой Он просто остановил и попросил внимательнее изучить это место. И это место, это Марка 12 глава 28 стиха. Один из учителей закона, который присутствовал при споре и слышал, как хорошо ответил мне Иисус, Иисус, Иисус подошел к нему и спросил, какая заповедь превышшая? Превышшая заповедь, ответил Иисус, слушай, Израиль, Господь наш Бог, единственный Господь, люби Господа твоего Бога всем сердцем, всей душою, всем помыслами и всеми своими силами. А вот вторая, любви ближнего, как самого себя, нет на заповеди больше этих двух. Ну и дальше этот книжник, он говорит, да, как хорошо сказал. И он перечислил все, что он сказал. И если кто, я думаю, здесь очень глубоко многие изучают слово, поэтому знают, что почему он это спросил, этот книжник. Дело в том, что... Дело в том, что... Когда очень часто среди книжников, они постоянно размышляли о том, какая заповедь главная из 613 заповедей. Но в том, что все эти книжники, которые учатся, все эти 613 заповедей. То есть, не то, что важное, но которая бы объединила все эти 613 заповедей. И не только книжник, которая очень интересная или что могла объехать от всех книжников. И Ешуа говорит вот это место, которое он просто цитирует из Второзакония 4 главы. Вот Ешуа, она упашут цитет, что я хотел бы говорить. Что же особенно в этом месте, в этой заповеди? Если посмотреть на нее как-то поглубже, самое главное, что бросается, это слово «всем». сердцем. Как бы очень сложно сейчас понять сердцем, как «всем сердцем». Что означает любить Господа всем сердцем? Что вообще означает любить сердцем? Что вообще означает любить сердцем? Что вообще означает любить сердцем? В Марка 7 главе 18 стих. Маркус Перекшева послух Шмонайсре. Написано, что там была ситуация. Ешуа рассказал притчу, и ученики не поняли. И он им объясняет это значение, они попросили его. И вот что он им ответил. «Не понимаете, что все то, что входит извне в человека, не может сделать его нечистым. Потому что идет не в сердце, а в желудок, откуда выбрасывается в отхожее место. А нечистым, продолжал он, человек делает то, что исходит из него. Изнутри, из человеческого сердца исходят злые помыслы, ведущие к разврату, кражам, убийствам, супружеским изменам. Откуда исходит жадность, подлость, коварство, наглость, зависть, сквернословие, гордость, глупость. Все это исходит из человека, оно и делает его нечистым». Другими словами, все, что входит в человека, оно не может сделать его нечистым. Но сердце человека отвечает за то, что исходит из него. Это и делает человека чистым, либо нечистым в глазах Бога. Также в Матфея 12.34 говорится, что «Вечто у человека в сердце, то и на языке». В 13 главе Матфея, когда притчу о сеятеле рассказывает Ешу, он тоже говорит, что то, что было посеяно в сердце, то есть когда он говорит о том, как приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце человека. «Если посмотреть на это, я бы представил, если бы сказать это проще, что сердце – это почва, как бы огород человека». И многие семена падают в этот огород через глаза и уши. Но как мудрый фермер, который ухаживает за своим огородом, человек может пропалывать свое сердце и заботиться о хорошем семьях. И таким образом, если мы хорошо заботимся об этом огороде, мы можем сказать, что любим Господа всем сердцем. Если мы, если мы, если мы, то мы, то мы можем сказать, что любим Господа в любви. Дальше он говорит, я продолжаю разбирать место, где Марка 12 главе. В 12 главе. В 12 главе Матфея, в 12 главе, в 12 главе, он продолжает и говорит. Всей душой. Он говорит, что такое душа? В Библии, если посмотреть, просто пробежаться даже по поиску душа, то я заметил, что большинство всегда употреблений слова душа, она ассоциируется с эмоциями какими-то. То есть, в Библии, в 45 главе, в 27 стихе, там говорится, что душа Якова ожила. Это когда он узнал, что Иосиф, он жив. Иосиф, в 30 главе, в 25 стихе. Разве об бедных душа моя не скорбела? С Гамеову мы добавляем, что Гамея не вши баха, а в уран нашим нескаким. В Псалме, в 6 главе, в 6 главе, в 6 главе, в 6 главе, в 6 главе. И душа моя в большом смятении. То есть, в основном, душа, это наше самовыражение. Это то, что есть мы. Но душ для нас, это эмоции для нас, это мы. Это значение, оно очень такое размытое. Я пытаюсь немного прочитать эти слова. Это не совсем недоятно. И я лазил в интернете, в надежде найти, ну вот, какое-то более конкретное понимание, что такое душа. Я использовал много в интернете, для того, чтобы объяснить, что это душа. И буквально случайно я наткнулся на какой-то блок просто человека неверующего. И эта девушка, она просто выражала какие-то эмоции, то есть, что означает в ее понимании любить всей душой человека. И просто прочитав буквально отрезок из этого места, я провел какую-то параллель. Параллель по отношению к Богу. Я хотел зачитать, но я смотрю времени много, поэтому я просто объясню то, что я понял из этого. Просто, когда ты любишь человека всей душой. Ты стремишься узнать о нем больше. Ты стремишься сделать что-то, что порадует его каждый день. Ты знаешь о нем все до деталей. Ты не боишься, ты готов ждать этого человека, даже если его нет долгое время. И если мы проведем эту параллель по отношению к Богу. То это означает, что в каждом дне мы ищем что-то, что сделать, что порадует Бога. Это означает, что в каждом дне мы должны рассчитывать, что смех от Бога в жизни. И от этих дел, не только мы рады Бога, но и наша душа она радуется. Но в эти действия, это не только Бог смех, а также мы смех. Далее идет о всеми мыслями. По-мыслями. В каждом дне мы ищем. На самом деле, когда Ешуа говорил эти слова, цитируя из Второзакония, там не было помыслов. Но Ешуа добавил это. Я думаю, это связано с тем, что на самом деле помыслы, они исходят из сердца. Но, так как со временем видно, это немножко изменилось, понятие о сердце и о мыслях, он просто закрыл все черные входы и даже это добавил. И что значит любить всеми умыслами? Когда парень влюблен в свою девушку, Каждый день он ищет встречи с ней. Каждый день он думает, что сделать, чтобы удивить ее. Я не знаю у каждого, какая работа. Но когда у меня появляется интересный проект, и в нем возникают какие-то нюансы или недодуманность этого проекта, мои мысли, они постоянно крутятся и думают, как это решить, как улучшить. Но я все время думаю, как улучшить это. Что делать? Как улучшить это лучше? И даже ложать спать, я просто не могу заснуть, потому что у меня в голове продолжает крутиться. Но я думаю, что это лучшее пример, как объяснить, как любить Бога всем. И далее он еще говорит всеми своими силами. Что это значит? Я думаю, что все-таки силы наши представляют наше тело. Тело это как костюм для нашей души. И он отвечает за какие-то действия. За те же слова, любые действия. За наши дары, таланты, которые мы используем в жизни. И куда мы их направляем? Я думаю, что если мы по 12 часов в день работаем на работе, тратим 12 часов на работу, то это не совсем соответствует тому, что написано в слове. Потому что всеми силами, это всеми силами. И я хотел бы уже немножко подытожить это все. Потому что я понимаю, что это все сложно. Говорить легко, но как в жизни жить, если я буду все силы свои тратить на то, чтобы любить Бога? Служить, думать о Нем. И об этом нам хорошо говорит Второзаконие 11 глава с 13 стиха. Если вы будете слушаться моих повелений, которые я возвещаю вам ныне, будете любить Господа вашего Бога и служить Ему всем сердцем и всей душою, то я стану в срок посылать дождь на вашу землю, дождь осенний и весенний, и у вас будет зерно, вино и оливковое масло. Я сделаю так, что на пастбищах вырастет трава для вашего скота, и вам не придется голодать. Что Иллюим говорит в этих пастбищах, что если ты отдаешь меня в любви, 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 в любви. Тут говорится, что Бог наш обеспечитель. И уповающий на Него, исполняющий Его Слово. Любящий Его и доверяющий Его. Он не будет знать между ними ни в чем. И в любви, и в любви, и в любви, в любви, в любви, в любви, в любви, в любви. Вот на такой вот ноте я хотел бы закончить сегодня. Это очень радостно, я бы рад. Я хочу предложить просто многим людям, которые, может, привыкли слушать или Леона, или Диму. Мы, вот то, что здесь было проповедовано, оно будет на нашем сайте, в интернете. Вы также сможете вновь прослушать это. Что то, что он говорил, это очень важные слова.